Он идет выбирать камни, он всегда смотрит, есть ли у камня лицо, как оно быстро определяется. И еще он также смотрит голову камня. Не только еще лицо, но и голову. А там вот еще? Ну вот это будет голова. Вот, когда он его взял, вот сразу там внизу плоско так выбито, здесь голова. Вот, я вам сразу скажу, что для меня лицо вот здесь. Здесь вообще вот как-то ушло вглубь, да, неровно. И это не подходит совсем. Это называется плоская голова. А есть еще холмистая голова. Вот здесь, и там, и там можно сделать лицевой стороной. Но обратите внимание, как я его держу, то есть не так, как он лежал, а так, как вот он будет в земле, исходя из этого. И дальше надо будет уже определить точное лицо, то есть и то, и другое мы, в принципе, лицом можем назвать. Дальше, как это будет сочетаться с другими камнями, мы возьмем либо это, либо эту сторону. Вдруг мы все-таки решим положить его вот таким образом, и сделать землю вот аж почти до головы. Ну и дальше это уже будет решение того, кто занимается, кто сам будет этот сад делать, организовывать. То есть он имеет право решить, какую сторону и до какой степени закопать, какую сторону назвать лицевой из этих двух, которые могут быть лицевыми, и до какой степени закопать камень. В каком ракурсе? В принципе, еще раз, что это все так быстро не решается, но если уж надо совсем быстро, то вот мы имеем камень, у которого уже явно отрезанная вот эта вот нижняя сторона. Естественно, это уже не лицо точно, точно не лицо, это уж понятно всем. Если это слушать, то если мы должны использовать, то есть мы должны использовать вот этот, или вот эту forcesу. Вот видите, здесь вот появился камень, который вот не с одним лицом, опять же с двумя, поэтому здесь больше раздумий требует камень, но самая лучшая сторона, вот эта вот, вот которой первую он назвал, но вторая тоже возможна. И опять же все время имеем в виду то, насколько он будет углубляться в землю. То есть если он там вместе с ушами ушел, это так, шутка, вот тогда, ну как вот это может быть? То есть мы определяем уже ту сторону, которая станет лицевой или, как японцы называют, као. Као это лицо, человеческое лицо. То есть это слово, прям полностью буквальный перевод. Это очень важно, значит, что потом увидят люди, когда придут в этот сад. Ну то есть очень много надо перелопатить по сути этих камней, очень много поставить, очень много смотреть уже как они друг с другом сочетаются. И только тогда человек очень быстро начинает определять вот эту лицевую сторону, которую никто не скажет. Вот кто-то другой придет и скажет, чем вы повернули к нам камень. Вот у нас есть по камням профессионал, и он, наверное, сразу же определяет, какую сторону называть лицевой. Давайте определим. Если фактура нравится, то естественно. Есть, есть, есть. Так что, так что, карьера уже сразу, в瞬時, будет. Очень быстро она уделяет молодежь. Профессионал. Может курить прямо здесь. Это мой сенсея. Он уже стал, вообще можно назвать его сенсеем для нашего мастера. Сейчас я тоже так сделаю. Заметьте, без разговоров, без лишних. Чуть-чуть. Вот как отрезать, да? Он уже смотрит, как это будет лежать, да, отрезать. Вот так отрезается. Не отрезается, а закапывается, да? Значит, без лица камни бурают. А я все, вот сюда, лицо, сюда. Все, лицом к мастеру. Вот этот куда-нибудь, вот он как бы... То есть, вот эту часть, она к какому-то другому камню. Должна прийти... Да, вы очень быстро делаете. Сразу видно, что вы уже много, имеете большой опыт. И вот смотрите, он смотрит сразу, да? Ну, в общем, все на вас. Так, давай это тоже. Юр, давай, давай, давай. А что ты? Не, 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 лучше кури, а. Нет. Молодец, это наши люди. Да, все. Ну, кстати, и вы правы, и вы правы. Потому что и тот, и другой вариант есть. И тут уже решает мастер, да. Единственное, вот эти вот, я вот, например, вот эти плоские, если их много ставить, то эта плоская идет к другому камню. То есть, ну, если его так небольшим камня. То есть, да. Ну, ну, естественный милбай, 例えば,その, снагатый, и причем, можно не вплотную, потому что вплотную ставятся вот такие камни, которые неровные, а кругленькие, лучше через, ну, просвойку или, молвхи, почему, покровные. И вот такой, да. И вот здесь, естественно, вот вы видели, как это, вот так, вот, действительно, вы видели, как это, все выбирается достаточно быстро но в принципе именно так смотрится на сколько куда уйдет нижняя сторона какая сторона может быть лицевой то есть действительно в этом камне может быть и там и там но решает в принципе мастер и вот точно совершенно вот эти боковые какие-то должны быть у каких-то камней спрятаны они начинают быть соединены с каким-то другим камнем а какие-то камни могут стоять сами по себе то есть если вот у того камня как он говорил его надо соединять с кем-то вот видно что профессионал с опытом да вот этот опыт он виден то есть в тот момент когда он уже трогает этот камень и немножко его поворачивает в этот момент уже определяется что вот в какую сторону надо определить как лицевую и также он определял насколько надо бы его закопать вы видели это в процессе но еще на первый второй год абсолютно так быстро не получается вот держишь крутишь 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 и все равно никак вот иногда я несколько раз просил там кого-то сделать и вроде как уже не первый раз это делается но ошибок очень много ну и в первую очередь большая проблема в том что работать с камнями становится все меньше и меньше работы которая появляется именно с камнями поэтому и опыт набирать становится труднее то есть чтобы набрать вот именно опыт работы с камнем нужно очень много с ним работать то есть промежуток это не очень хорошо то есть это не только с камнями но в принципе это не только с камнями меньше работы становится именно с камнями которые кладут в традиционные сады стало меньше работы с традиционными садами меньше заказов на традиционные сады соответственно и с камнем меньше работы и меньше работы с растениями то есть это вот все завязано на то что заказов становится меньше в этом доме был сад камней а сейчас же нужен гараж и убирается сад камней на его месте строится гараж гараж баня мангальная парковка компостер поставить собаку большую будку дом для прислуги еще там но мне как профессионал в этом деле это конечно очень жалко но это та ситуация которая сейчас складывается в киото я все понял как только у меня появится тот кто хочет научиться разбираться с камнями их класть мы отправляем его к вам учиться нет ко мне я его директор мы договорились я прям напрямую вот этот самый понятный вот вариант вот так вот посмотрите вот он особенно вот этот камень виден что у него там есть сзади а вот это вот лицо то есть но это как бы самый такой простой так что правильно поставить все очень-очень хорошо видение хорошее поэтому я вот абсолютно согласен с этим мы его с собой нам меньше конкуренция Юра залетел и как я быстро сдал ну в общем как только появится да лучше вы к нам у нас тоже хорошо хорошо так сразу приезжайте может если может вот а сейчас ты Юра Заткан? Я опять же говорю, что это исключительно киотовская традиция, но вот этот вот камень совершенно точно видно лицо и видно спина, скажем, даже лучше попа. И поэтому что делают обычно в киото? Засыпают в заднюю сторону почти полностью землей и засаживают пхом. То есть с задней стороны будет горка такая, прикрытая землей и полностью засаженная. То есть как будто он вылезает из горы. И можно маленький кустарник высадить. То есть в любом случае, чтобы он не был виден человеку, который... То есть сделать так, чтобы он не попадал в поле зрения. То есть в киотове, что он не видит. Так что, киотове, не видно, что он не видит. Киотове обязательно нужно вот то, что кажется не эстетичным, то, что кажется спиной, вот то, что не должен видеть. изысканный взгляд, то обязательно в киото убираются. То есть вот, чтобы не нарушалась эстетика в любом случае. То есть что угодно найти в любой вариант, но чтобы это было не было видно. Ну, по сути во всей Японии также, но мы скажем, что в киото это особенно, вот эта вот эстетическая составляющая важна и мы прямо строго к этому относимся. То есть очень стыдно перед кем-то, если будет виден вот задняя сторона камня. Спасибо. Ну, собственно. Хорошо. 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 Следующий. Ну, я могу. Вообще не делаю, но могу. Я могу, чтобы ничего не позориться, конечно, надо. Давайте сейчас. Вы точно взяли, да? Ну... Мы работаем. Мы завязываем для меня, если надо, чтобы собрать все это, как мы делали на него. Вот обычно вот такие молотки используют. Корее. Сначала вот такую вот, как бы, они ее делают, и здесь вот, как я узнал. А потом, в эту сторону вытягиваем. Таким образом обрабатывается камень. Камень, которые в подворных были, все то же самое, из круглых делали? Там первый сад, там как раз подворные, когда спорили, делали так же, брали круглые или более-менее в садовом центре покупали уже форму? Где они стоят вот такие вот, да? Камень, которые были, они не обрабатывали. Ага, да. Там практически не обрабатывалось, очень мало. То есть они были вот в таком состоянии, а естественные камни практически, он говорит, не обрабатывались. О, как раз хотел. Вот так вот. Вот так вот. То есть, в принципе, берется в основном, естественно, вот эти вот стены там были сделаны. Да, они на бетонной основе в середине. Вот. И потом вот кладется так камень. И, как он говорит, практически не обрабатываясь, только если уж очень надо было что-то. Вот как раз вот здесь очень хорошо вписался камень, большой вот в этот средний-маленький. Прям вот очень хорошо. О, мой бракованный как раз. О, мой бракованный как раз смираю. Сюда сейчас смираю. Офу. Да, да, да. Офу. Офу. Это же, конечно, можноede листья во сне, если это не издела такие, как бы не имеет, по-моему. Офу мое, с которой я сделала его это, не было. Но, в основном, вот эта геологическая грана может отверстия? Нет, в принципе, по твердости выбираются. Разные геологические варианты, наверное, возможны, но по твердости они должны быть одинаковые. Когда мы делаем кладку, то вот этот, который стоит большой, он мягкий камень, его как раз не используют. Используют жесткие, твердые виды камней. Ябрака ищи васу, но там и не вам, а ли, цикаванная? Да, цикаванная, да? Нет, не используют. Почему? То есть, если это только один раз, то это будет понятно, но в этот момент, когда мы делаем эту геологию, то этот геолог будет уничтожить. Чем тяжелее, да, тяжесть будет давить, и, в принципе, возможность того, что они будут ломаться под тяжестью своих товарищей камней, это очень велика, поэтому это не долговечная кладка. Кроме того, что вот этот, особенно песчаник, да, кроме того, что он мягкий, он еще очень любит воду впитывать в себя. Да, да. В冬е, когда он мягкий, то вода зимой замерзает, да, но изнутри раскалывает камень. Да, и вот. Вот, что происходит exterior, по-ан States, evet, то, что здесь обратно, как они ну его не были. В冬е на внесенных гл払い, когда в冬е vaccines будетluём成л кулон – бой, бом, 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 бом. И вот этот камень, То есть как-то он зимой, если попала вода зимой, он прям разорвет его изнутри. И вот если они твердые виды камня, их можно в общем-то разные, по названиям положить. Вот в любом случае мы ищем твердые камни. Вот с этим мы разобрались. Все.